МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О чем спросили, что ответил Владимир Путин на своей пресс-конференции, выслушал Дмитрий Аринин. Дела сельские. Смотря на коронавирус, жизнь продолжается, мы должны научиться жить, работать в новых условиях. С какими проблемами столкнулись главы районов Татарстана в этом году? Подробности у Натальи Мезиной. Покупали шампунь от перхоти, а в итоге начали страдать выпадением волос. Мне посоветовал этот товарищ в интернете набрать и купить, заказать шампунь. Сколько контрафактных препаратов изъяли в Татарстане в этом году, узнала Юлия Гоголева. Сегодня Владимир Путин провел свою 16-ю по счету ежегодную большую пресс-конференцию. В связи с пандемией привычный формат изменили. Глава государства находился в резиденции в Ново-Огарево, а журналисты расположились в пресс-центрах каждого федерального округа. Напомним, первая пресс-конференция Владимира Путина состоялась в 2001 году. Она получилась самой короткой – полтора часа. Самой продолжительной стала встреча 2008 года – 4 часа 40 минут. На ней задали наибольшее число вопросов – 80. Затем с 2008 и до 2012 года пресс-конференции не проводились. За всю историю встреч число журналистов-участников выросло в 3,5 раза – почти до 2000 человек. В этом году с помощью мобильного приложения «Москва» Путину вопросы смогли адресовать не только журналисты, но и все желающие. О чем спросили президента? О самых актуальных для Татарстана темах – Дмитрий Аринин. Эта пресс-конференция президента вобрала в себя элементы прямой линии, которая в этом году не состоялась из-за пандемии. Как отметил Владимир Путин, коронавирус наложил впечаток на все сферы нашей жизни. Как казалось, представители разных регионов волнуют схожие вещи. Например, почему пациенты иногда не выдают бесплатные лекарства от коронавируса. Десятку мы отдали в регионы на учреждения, на СИЗы и так далее. И 5 миллиардов для того, чтобы людям напрямую помогали. Конечно, будем выяснять, где эти деньги. Еще один актуальный для всей страны вопрос – рост цен на продукты. Цены, в принципе, ползут вверх, начиная с сентября, где-то с августа. Почему об этом заговорили только в декабре? Где-то цены растут объективно, но там, где это не связано с объективными обстоятельствами, это не может не вызывать соответствующей острой реакции. Хлеб растет в цене. Макароны в цене растут. Это что такое? С какой стати? Почему происходит? Потому что на мировых рынках выросла цена. И начали внутренние цены подтаскивать к общемировым, что совершенно недопустимо. И именно поэтому у нас такой разговор такой жесткий и был. Правительство отреагировало. Много вопросов было по поводу социальных выплат на детей. Продолжатся ли они в следующем году? Люди к вам обращаются и говорят о том, что не понимают, куда обратиться. Есть сложности с этим. То перед тем, как думать о том, что и как нужно сделать дополнительно, нам нужно наладить эффективную работу до того, что уже состоялось. Делается это в основном через пенсионный фонд, через МФЦ. Но если он где-то закрылся, значит, нужно какие-то решения по этому поводу принимать. Сопутствующий вопрос. Будет ли индексация пенсии работающим пенсионерам? Ее отменили пять лет назад. Индексация пенсии предусмотрена 6,3%. За пандемию не забывали и про темы, которые были актуальны ранее. Например, сбор и переработка мусора. Почему мусорная реформа, такая глобальная для всей страны, тормозит во многих регионах и что с этим делать? Не думаю, что это тормозит. Реформа сама по себе двигается. Значит, здесь у нас несколько задач перед нами стоит, крупных. Это первое. Нам нужно создать соответствующую отрасль производства, замкнутый цикл производства, когда отходы не идут на полигоны, а не используются в других видах производства. В завершении пресс-конференции Владимир Путин объявил, все семьи с детьми до 7 лет получат новогодний подарок – 5 тысяч рублей. Страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок, большой, скромный, тем не менее, всем семьям, где есть дети до 7 лет, всем выплатим по 5 тысяч рублей. Вопросов от журналистов и жителей нашей республики на пресс-конференции не прозвучало. Общение с президентом шло более 4-х часов. Как заверил Владимир Путин, все адресованные обращения обязательно будут изучены, и реакция последует. Дмитрий Орин, Решат Мухаммедов, ТНВ, Казань. 125 лет успеха. Зеленодольский завод имени Горького отмечает свой юбилей. Сегодня коллектив поздравили Рустам Миниханов, заместитель министра обороны России Алексей Криворучко и главнокомандующий военно-морским флотом Николай Евменов. Завод – судостроительный флагман России. За свою историю предприятие выпустило свыше полутора тысяч морских и речных судов, в том числе более 600 кораблей и судов военного назначения. Сегодня завод имени Горького выполняет важные государственные задачи, работая в том числе на экспорт. Рамиш Айдулин с подробностями. Дорогие, уважаемые заводчане, уважаемые ветераны. 125 лет – это не просто цифры для заводчан и страны. Все эти годы Зеленодольский завод – оплот российского судостроения и военного флота. Благодаря огромной поддержке Министерства обороны Российской Федерации Верховного главнокомандующего Владимира Путина сегодня это одно из образцовых предприятий. И мы, конечно же, гордимся и всегда говорим, вот завод имени Горького, город Зеленодольск – это высокое качество и своевременное выполнение всех контрактов. Об этом говорят и федеральные гости, подчеркивая значение завода в истории страны и укрепление ее обороноспособности. У вас будет работа на много лет вперед, есть контракты до сегодняшний день, в ближайшее время будут заключены дополнительные контракты. Поэтому заявляю, что это предприятие будет жить и развиваться, и такой коллектив мы обязательно будем поддерживать. Предприятие передает флоту замечательные боевые единицы с современной архитектурой, с грозным оружием. Хотелось бы, чтобы корабли служили долго во славу нашего Отечества, военно-морского флота. Катера специального назначения – малые ракетные и сторожевые корабли. В арсенале Зеленодольского завода более 600 судов военного назначения. И около 900 – гражданского. Этим летом они спустили на воду «Чайку» – первое в стране судно на сжиженном природном газе. Рустам Иниханов, Алексей Криворучки и главком ВМФ Николай Евменов осмотрели и новейшие разработки завода, которые вскоре встанут на защиту страны. Но сегодня они не собирают катера и не модернизируют корабли. Сегодня заводчане празднуют. И завод включает 125-летие. Я буду снова собраться вместе и, что называется, дать жару. Эту огромную сцену собрали сами рабочие, специально, чтобы отметить знаменательную дату. И вот сегодня на ней поют для заводчан звезды российского рока. Медали и ордена с тех же передовики завода получили награды от высшего военного руководства страны и президента республики. Амин Шайдолин, Игорь Романов, ТНВ, Зеленодольск. В Нижнекамске обнаружен нелегально работающий пансионат для пожилых. Сотрудники надзорных органов уверены, в таких домах для престарелых может повториться трагедия, которая произошла в Башкирии. Напомним, там на пожаре погибли 11 человек. Прокурор Татарстана Эльдоус Нафиков во вторник поручил начать проверки спецучреждений. Сегодня в Казани в рейд отправились прокуроры и спасатели. Что показала ревизия, мы узнаем у Алии Харудиновой. Я не могу сказать, что ли оборудовано, но следят за этим. Татьяна Савинова говорит о пожарной безопасности в пансионате. В это учреждение на Тазигизат она попала год назад. Новость о пожаре в Башкирии постояльцев повергла в шок. Инструкцию проводят, когда вдруг будет вот туда-то, сюда-то, висит план эвакуации. В Башкирии пожар в доме престарелых унес жизни 11 человек. Там пансионат находился в жилом доме в Казани, который проверяли сегодня в многоэтажке. Первые проверки прокуратуры уже показали. Трагедия может повториться и у нас. На территории Нижнекамского муниципального района в ходе проверки был обнаружен частный жилой дом, в котором велась незаконная, по сути, предпринимательская деятельность для размещения пожилых людей. В каждой комнате оборудована пожарная сибиризация в виде дымоуловителя. Договор. Извещатель. Извещатель, да, совершенно верно. В этом пансионате сейчас проживает 28 человек. 90% из них с диагнозом болезнь Альцгеймера. То есть в чрезвычайных ситуациях помочь сами себе не смогут. Нет уплотнений в светвор, тем самым дым с одного этажа по личной клетке может проникать на личную клетку другой этажа. Пожарная сигнализация, та же самая, выведена на пульт МЧС. У нас есть договора, которые обеспечивают постоянно проверку данной сигнализации. В каждой комнате пансионата есть так называемый самоспасатель. В нем, даже в задымленном помещении, можно находиться до 30 минут. Изначально его надевает персонал, а после они же помогают надеть его постояльцем. Выглядит он примерно так. В Татарстане сейчас 26 государственных и 10 частных легальных пансионатов. Проверки в них завершат до конца этого года. Были выявлены, конечно, недостатки по требованию пожарной безопасности. Сейчас сделать окончательный вывод еще, скажем так, невозможно. Но оценка будет дана, соответственно, здесь еще и законодательством. В случае грубых нарушений пансионаты могут закрыть. За несущественные привлекут к административной ответственности. На их устранение владельцам дают месяц. Алия Харудинова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. К другим новостям. В Татарстане сегодня подтверждены еще три случая смерти от коронавируса. Все мужчины от 70 лет и старше. Таким образом, в республике от ковида скончались 170 татарстанцев. Всего за минувшие сутки в республике зафиксировано 94 новых случаев ковид. Все контактные. 17 человек госпитализированы, 77 лечатся на дому, сообщает республиканский штаб. В России за сутки выявили 28 214 новых заболевших. Большинство случаев по-прежнему в Москве 6711 человек. В Санкт-Петербурге 3763. В Московской области 1471. У наших соседей картина почти не изменилась. Так, в Чувашии заразились 128 человек. В Удмуртии 208. В Башкортостане 156. Сомнительные сайты. Мошенничество с БАДами, якобы лекарственными средствами. Татарстанцы с легкостью попадаются на удочку аферистов, теряя и деньги, и порой здоровье. В основном это происходит при интернет-покупках. Как не купить кота в мешке? И можно ли найти мошенников онлайн? Узнала Юлия Гоглева. Покупить сам путь в интернете доказать. Он всего лишь хотел избавиться от перхоти, а в итоге чуть не облысел. Александр с ужасом вспоминает эту историю и попросил не указывать его фамилию. Я бы советовал этого товарища в интернете набрать и купить, заказать шампунь. Лечебный шампунь от перхоти стоил больше тысячи рублей, но уже после нескольких применений стали выпадать волосы. Потраченные деньги вернуть, конечно, не смог, но урок усвоил. Не заказывать через интернет, через сомнительно какие-то сайты. Нужно всегда проверять. И это только один из десятков случаев. В этом году надзорные органы заблокировали около 200 сомнительных сайтов, где продавали незарегистрированные в России биодобавки и рецептурные препараты. Незарегистрированные чаще всего это аналоги Виагры у нас. То есть балуется народ продажи этих препаратов, особенно произведенных за пределами Российской Федерации. Свои проверки и рейды по контрафактным препаратам проводят и специалисты Роспотребнадзора. Так, в Татарстане уничтожили около 12 килограммов биодобавок, повышающих мужскую силу. В препаратах обнаружили неуказанные в составе вещества. Мы выявили всю, соответственно, всех поставщиков. Всех привлекли к административной ответственности по статье 6.33. Вот поэтому я и сказала, что судами были эти все дела рассмотрены и наложены в общей сложности штрафов на сумму 3,5 миллиона рублей. Чаще всего не зарегистрированные препараты привозят в республику из-за рубежа. Два таких поставщика уже получили по два года лишения свободы. За решеткой продавцы противовирусных лжепрепаратов из Нижнекамска. Они пытались сбыть лекарства на 115 тысяч рублей. Подделывают сегодня и обезболивающие, и антибиотики, и даже тесты на коронавирус. В июне лиц, которые пытались сбыть контрафактные тесты на ковид, 100 упаковок таких было изъято, ну, 165 тысяч рублей. И вот буквально не так давно, месяц назад, приговором в Ахитовском районном суда в Казани, лицо осуждено. Вот по новой, так скажем, статье уголовного кодекса и назначен штраф. Как говорят в Росздравнадзоре, фантазия маркетологов, которые продают контрафактные лекарства, не знают границ. Чтобы не попасться на их удочку, лекарственные препараты нужно покупать только в аптеке, тщательно изучив инструкцию и удостоверившись, что на препарат есть лицензия. Юлия Гоглева, Вадим Аларионов, ТНВ, Казань. Если у вас есть интересные истории, присылайте их на наш ватсап. Его номер 8-987-420-01-01. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео, могут стать репортажами в наших выпусках. Татарстанцы в этом году реже обращались в больницы с сердечно-сосудистыми проблемами. Боялись заразиться коронавирусом. Хотя смертность от сердечных болезней в 18 раз превышает смертность от ковида, говорят врачи. Минздраве республики просит не откладывать визит к врачу и вовремя проходить диспансеризацию. Так, если после инсульта вовремя не получить помощь, то может умереть каждый третий пациент. Это особенно важно сейчас, когда терапевты все чаще сталкиваются с осложнениями сердечно-сосудистых заболеваний после перенесенного коронавируса. Минздрав России внес прививку против коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Кто попадает под вакцинацию, читайте в интернет-газете «Реальное время». Сохранить молодые кадры на селе и восстановить экономику. Сегодня в Казани собрались пять сотен глав поселений и муниципалитетов Татарстана. Сотню лучших утром Рустам Иниханов торжественно наградил ключами от новых автомобилей. Впервые 15-й ежегодный съезд Совета муниципальных образований прошел в онлайн и офлайн формате. Наталья Мезина продолжит. Сотни новых машин сегодня отправились в районы Татарстана. Так каждый год в Казани чествуют лучшие муниципалитеты. За 10 лет туда уехали более 2000 внедорожников. Мы должны принимать оперативные решения. Сегодняшний день пандемия, населенный пункт. Надо что-то, лекарства привезти, надо больного увезти. Ведь не будем дожидаться пока санитарной машины. Мы должны быть очень мобильны и очень гибки. В конкурсе названия лучшего муниципалитета участвовали все районы. Учитывают экономические показатели, работу с обращениями, население и реализацию социальных программ. Машины сегодня нужны как никогда, потому что ситуация непростая. Глава посередине, они... Атреклинское сельское посередине. Очень важное событие, потому что... И процветание. Это не только для перевозки. Мы приглашаем всех против автобуса для приезда. Один населенный пункт. На этих самых новых автомобилях муниципалы приехали уже сюда на 15-й традиционный съезд. Здесь их поблагодарят за успешную работу, а также напомнят о предстоящих задачах на будущий год. Одна из важнейших на 2021 год это реабилитация малого и среднего бизнеса после удара пандемии, а также сохранение молодых кадров на селе. Пандемия коронавируса главная тема на съезде. Ущерб экономике муниципалитетов нанесен серьезный, хотя половину потерь компенсировал федеральный бюджет. Наш запас прочности позволен нивелировать множество негативных моментов. Просто вот за 11 месяцев, 42 с лишним миллиарда рублей бюджет республики получил меньше, чем в прошлом году. Несмотря на ковид, районам удалось выполнить все республиканские программы. А это 50 социальных проектов, из них 4 по вводу жилья. Весомые результаты в АПК. Сейчас Татарстан входит в тройку агролидеров России. Сегодня в республике свыше 450 тысяч личных по дворе граждан, более 4 тысяч первых хозяйств. Ежегодно для поддержки малых форм хозяйства не выделяется более 2 миллиардов грантов и субсидии. Работу татарстанских муниципалитетов сегодня оценили на федеральном уровне. Такая эффективная система управления в республике сложилась при Ментемире Шариповиче Шаймиеве и получила новый импульс к развитию при Рустаме Нургалеевиче Миниханове. Пятое место в рейтинге социально-экономического развития регионов России по итогам прошлого года говорит о многом. Говорят и о проблемах. Так, за последние 5 лет число сельских жителей сократилось почти на 15 тысяч человек. Молодежь стремится в города. Поэтому курс на ближайшие 10 лет сохранять деревни по федеральной программе развития сельских территорий. А значит развивать транспорт, инфраструктуру, а также предоставлять субсидии на жилье по программе «Молодой специалист». Большая просьба главных сельских поселений находить инициативных граждан, обеспечить их участие в программах министерства и помочь в оформлении документов. Обо всех проектах районов наглядно. В соседнем выставочном зале 150 лучших работ фотоконкурса нацпроекта «Татарстан-2020» собрали в электронном виде. Почти 2500 пришло разных работ. И в каждом муниципальном образовании создана своя фотовыставка. На самом деле нацпроекты, они меняют жизнь, и люди заинтересованно смотрят, как было и как стало, как эти нацпроекты улучшают жизнь людей. В заключении кадровый вопрос. Председателем Совета муниципальных образований переизбран экзам Губайдулин. Прошу голосовать кто за. Решение принято. Уважаемый экзам Самас. От всей души поздравляем вас. Наталья Мизина, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Президент Татарстана подписал указ о награждении ряда жителей республики медалями за доблестный труд. Так, его удостойный генеральный директор компании ТАИФ Руслан Шагабуддинов и его заместитель Руслан Гизатулин. Также в списке награждаемых сотрудники пенсионного фонда, банков, профучилищ, реставратор и ветеран АПК. Все они внесли значимый вклад в развитие республики. Сегодня в Казани Рустаму Мениханову презентовали новый трехтомник. Руководители городов и районов Татарстана. Его выпустили в рамках празднования столетия ТАИССР. Книги на русском и татарском языках. Уникальность издания в том, что через судьбы людей раскрывается история нашей республики. В книге информация о 1124 руководителях, которые работали начиная с 1920 года. Некоторые из них были подвергнуты политическим репрессиям, позже реабилитированы. Руководитель аппарата президента Асгат Сафаров на презентации отметил, проект готовили два года. Запрашивали информацию не только в архивах регионов страны, но и Белоруссии, Украины. Издание передадут в библиотеки и музей. Научный редактор издания Индустагиров за этот труд получил благодарственное письмо от Рустама Мениханова. Новый год ближе, значит пора исполнять мечты. Сегодня президент республики присоединился к всероссийской акции «Елка желаний». На съезде муниципалитетов он снял с елки открытки с желаниями четверых детей. Арсан мечтает о синтезаторе, Аделе о планшете, Егора о большой машинке, молнии Макуин, роман о спортивной сумке для хоккея. К президенту присоединились и главы районов. Они исполнят мечты 60 ребят. Акция будет идти в Татарстане до Нового года. Принять в ней участие можно онлайн через сайт проекта «Елка желаний РФ». Духовное управление мусульман республики определило даты празднования Курбан-Байрама и Ураза-Байрама в следующем году. Месяц Рамазан начнется 13 апреля и продлится 30 дней. Значит, праздник в честь окончания поста будем отмечать 13 мая, а Курбан-Байрам выпадает на 20 июля. Думая о своей родине, итоги одноименного литературного конкурса, организованного журналом «Казан-Утлары», сегодня подвели в Казани. В этом году его посвятили 75-летию победы. В нем участвовали больше 150 писателей и поэтов. В номинации «Рассказ» первое место заняла Набира Гемадзинова с произведением «Шерифула». Лучшей повестью назвали «Возвращение» Марата Кабирова. В поэтическом жанре лучшими признали стихи Камиля Мингазовой Сюличинского района. И сегодня же объявили о старте нового конкурса от журнала «Казан-Утлары». На этот раз литературные работы должны быть посвящены истории и судьбе татарского народа. В следующем году, тем более учитывая год ратных языков, мы еще больше углубляем проблемы, мы еще больше выискиваем разные варианты, а как больше заинтересовать, еще как больше людей привлечь на эту работу, безусловно, не без различных людей, которые могли бы повлиять и на других. Мы будем искать разные формы, и таких у нас конкурсов, грантов появится еще больше. Его ждали, и он пришел. Сегодня в Казани открылся 33-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуреева. Он проходит в мае, но в этом году из-за пандемии перенесли на декабрь. Театр Джалилия, кремлевские балеты и труппа Бориса Эйфмана покажут 8 спектаклей. Никаких трансляций, только живое участие. Наш корреспондент Лилия Кашфарова сейчас на месте события. Лилия, с какой постановки начинается фестиваль? Добрый вечер, Даяна. Прямо сейчас мы находимся в коридоре, чтобы не отвлекать зрителей. И до нас доносится музыка австрийского композитора Людвига Минкуса. Фестиваль открывает балет Боядерка. Это последняя постановка, в которой Рудольф Нуриев выступил в качестве танцора. Фестиваль носит его имя по его личному согласию. И сегодня организаторы события рассказали о важности и долгожданности события. На фестивале примут участие два театра приглашенных. Это театр Кремлевский балет и Санкт-Петербургский театр Бориса Эйфмана. Первый спектакль Боядерка – это один из шедевров мировой классики. Это спектакль, который очень любят танцевать артисты. Может, там есть партия Ники, замечательная партия, которую мечтает. Любая балерина из мужчин. Это, конечно, партия Солора. Потом знаменитый номер «Золотого башка», сочиненный Николаем Зубковским. По традиции события проходят в мае, но в этом году из-за пандемии его хотели даже отменить. Однако спустя шесть месяцев под самый Новый год все-таки собрали 50% зала. Некоторые пришли в нарядных масках, а некоторые купили билеты и все равно остались дома. Никаких онлайн-трансляций, только живое участие. Приехали лучшие артисты со всей страны. Люблю Казань. Прекрасный, красивый город. Особенно мне нравится зимой. Сейчас я впервые зимой в это время. Снег и белые купола. Это все прекрасно. До 26 декабря покажут восемь спектаклей. В этом году акцент на артистах, которые работают в Татарстане, Москве и Питере. Но есть и артисты зарубежные. Из классики нас ожидает «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Ромео и Джульетта» и национальный балет «Шурале». На этом у нас пока что все. Спасибо. Даяна, передаю вам слово. Спасибо, Лилия. А у нас на этом все. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. В студии София Егорова. Здравствуйте. О погоде поговорим после полезной информации. Время новогодних подарков от Данил Мастер. Только до 31 декабря. При заказе кухни обеденный стол в подарок. Данил Мастер. Телефон в Казани. 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода. Бугульмея, Бавлаха и Ознакаева. Как и накануне, будет снежное тепло. Минус 2 градуса днем. В набережных Челунах, Нижнекамске и Елабуге днем снежно. Минус 1-2 градуса. Во второй половине дня начнется похолодание. Небольшой снег ожидается в Агрызе, Менделеевске, Актаныши. Но ближе к вечеру температура начнет понижаться, а ветер усилится. В Арске, Кукмаре и Балтасе облачно. Небольшой снег. Ночью и днем тепло. Минус 1 градус. В Болгаре, Држаном и Буинске днем ожидается мокрый снег и 0 градусов. В Альметьевске, чисто поле Мамадыши, возможен небольшой снег. К вечеру станет прохладнее, до минус 7. Федеральная сеть медицинских центров «Докторост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Не уже удаляли грыжу позвоночника, снова направляют на операцию. Что делать? В «Докторост» позвоночник лечат роботы без операции. Грыжа сама начинает втягиваться на место. Боль уходит. Запишитесь на прием в «Докторост» за полцены. Новый дилерский центр «УАЗ и ФОРД» на сибирском тракте 59. Спецпредложение для вас в «Луидор Казань». Спонсор прогноза погоды – компания «Луидор». Компания «Луидор» – новый официальный дилер «УАЗ и ФОРД» в республике Татарстан. Вас ждут в автосалоне «Луидор» в городе Казани на сибирском тракте 59. В Казани будет облачно и снежно, ночью около нуля, днем около трех мороза, а к вечеру уже минус 10. Ветер северный и порывистый, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 87%. Магнитное поле земли спокойное. В БТИ Республики Татарстан оформим дом под ключ. Все виды кадастровых работ – 8 800 333 1476. Стойте! Если делать по уму, в БТИ пора ему и ему. Решение спорных вопросов и определение границ по закону. Понятные границы вашего участка с документами. БТИ Республики Татарстан. Если делать по уму. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok